всем привет с вами снова викерс и видео по dcs world и вот сегодня решил сделать видео по обновлению 250 ну собственно теперь все видео мои видео в том числе и всех остальных нутальных пилотов будут по 250 потому что это новые новый шаг в развитии этого шага до 50 вышла стал доступным для скачивания неделю назад не знаю может сейчас уже всем желающим еще неделю назад даже нужны были некоторые танцы с бубном чтобы обновиться и вот я решил поговорить об этом во время я уже делал стрим тормозной получился 250 что это такое это движок альфы который раньше назывался 2 2 0 теперь в него интегрирую на карта кавказ то есть теперь весь dcs world доступен для игрока в одном сборе раньше надо было чтобы поиграть на нормандии для него 1 запускать альфу а чтобы играть на кавказе запускать версию 1 5 8 кажется последний было что изменилось прямо так вот на первый взгляд во первых земля наконец-то земля стала текстурность у земли появились текстуры раньше в dcs world на земле просто лежала спутниковая фотография особенно с большой высоты теперь вот видите прямо текстурированная земля такая настоящая выпуклая шершавая есть соответственно текстуры полей текстуры травы трава тоже изменилась только вот в этом видео у меня и не будет видно трава стала из такой кудрявой так что раньше были вроде какие-то цветочки клевер а теперь особенно возле ппп видно растет трава такая пучками вертикальная травка конечно же изменение не только текстур земли коснулись очень видно вот особенно в летних картах когда сезон лето выставлен на карте видно как изменился свет вот в кабине появились такие ясные видимые засветки на окнах особенно илсах очень хорошо заметно когда вы идете под углами острыми к солнцу появляется на если засветка ну и благодаря вот этим изменениям еще свет конечно изменился внешний красивые закаты рассветы блики солнца да и само все солнце из кабины очень интересно смотрится и естественно благодаря вот этим всем изменениям света и текстур земли деревья совершенно другое ощущение получается полета ты смотришь как будто бы на реальную землю на мой взгляд это ощущение такое возникло физики летных моделей я как-то не заметил прям больших таких кардинальных изменю ответить интересно деревья есть вот деревьев нет деревьев нет это конечно уровень загрузки не вы тут я хочу еще поговорить о нагрузке который новый движок новая карта новая для этого движка дает мне уже стало очевидно что моя видеокарта 2 гигабайт не не справляется с нагрузкой ну конечно нет было очевидно давно еще с момента выхода нормандии я уже тогда начал планировать новую видеокарту но теперь это встал в полный рост для того чтобы снижать нагрузку на карту приходится убирать сильно настройки в частности вот этот самый радиус загрузки видимость убирать тени которые начинают глючить сильно если я выставляю тени любые кроме плоских убирать приходится качество текстур то есть вот сейчас я примерно на средних настройках летаю это как вы видите есть некое торможение хотя он больше связано с тем что я веду запись самой самой игре и все-таки это если они будут вести записи будут более комфортно свет видите как стал по-другому преломляться на плоскостях есть одна точнее два маленьких нюанса на настройках в обязательном порядке приходится включать опцию отложенного освещения иначе вот этот вот лес будет выглядеть как это плоские нарисованные картон причем еще будут не вот такими темно-зелеными летом сочными блекло зелененькими желтовато зелененьким такой осенний лес и еще на месте опция не помню как она правильно называется что-то про освещение в кабине она у меня отключена но при этом освещение это все равно это штука которая дает отцвет внутри кабины и в зависимости от того чего вы летите над желтым песком отцвет желтый если вы летите над зеленым лесом отцвет зеленый и так далее по идее над белым снегом должен быть просто какой-то слепящий яркий свет что еще улучшилось ну на мой взгляд мне кажется что улучшилась видимость особенно в воздушном бою теперь гораздо лучше видны инверсионные следы на фоне неба ну может потому что сейчас я на зимней карте летал там небо такое более яркое и одновременно темное более контрастное какой-то и виднее виднее издалека летательные аппараты чем раньше было при том что у меня видимость далеко не максимальная сейчас стоит города но они как бы стали больше похожим на города но при этом одновременно упало количество застройки то есть количество домиков в городе стало меньше ну возможно опять таки это потому что у меня настройки сейчас не максимальные все равно город выглядит вот видите это вот по самой видимости который я говорю город выглядит вроде бы более настоящим но при этом какой-то редкий города в 158 были более застроенными плюс ко всему появились еще от яркие такие тени которые идут от деревьев от домов а то все любых ярко выраженных объектов на поверхности тени эти существенно влияют на нагрузку компа но при этом сейчас у меня адекватно работают только самые минимальные плоские тени когда я включаю там более высокий уровень теней у меня на деревьях начинают появляться какие-то горизонтальные дрожащие полосочки там то есть это еще в нормандии был момент многие люди жаловались и только плоские тени спасают от всего это по-моему игра стала в целом комфортно она как-то реалистичнее стала живее но опять таки из этого этот комфорт достигается за счет нагрузки на системные ресурсы немного много странно что ли вот смотри чувствовать себя погружаться настолько сильно в эту игру летит как будто ты вряд ли в реальности в самолете остается только сделать себе кабину как делал такую полнастоящую и приборами и все и будешь полностью погружаться не знаю как играть в очках в виртуальной реальности по картинке которые вижу записи дрожитом дергается но кстати говоря меньше чем это было 158 ну видите даже для меня застарелого штурмовика воздушный бой оказался не такой уж сложной задачи я даже сумел какого-то живого игрока сбить сейчас я еще подемонстрирую как сбить бота точнее чё там разбивать но просто сервер хороших ребят из канады тут очень много ботов летает правда боты слабые по своему 127 практически никакие там f5 летают и за красных миг 21 не противника так мишень вот и очень конечно зима вот видите тот свет про который я говорил вот эти вот вечерние вечерние тени вечерний свет поверхности земли он стал очень приятным эстетично таки не помню на было ли раньше на кабине су-27 на передней части остекления фонарей этот это тонировка сейчас она уже очень хорошо заметно но давно не садится в су-27 вообще выстребитель не знаю какие были до этого изменения в нем теперь вот очень бы хотелось чтобы самолет из горячих скал тоже стали кликабельным насколько я понимаю это даже ближайшей перспективе не планируется сейчас сейчас выпускаются новые модули и на них ориентировка сейчас короче говоря вот что я очень хорошо заметил что в север верпилы на чьи каналы я подписан перелезли сразу же на 25 как только появилась возможность к тому же 25 но это объективная реальность теперь все будет на нем на этой версии поэтому обновляйтесь обновляйте свое железо игра требует ресурсов хотя можно летать конечно на не очень серьезных систем поэтому смотрите мне еще я буду обязательно делать новые видео пока